Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Здесь я рассказываю о карьере в IT и о Кремниевой долине. И если вам интересно узнать, как устроится Facebook, Amazon, Google и чем живет IT-столица мира, то вы явно по адресу подписывайтесь на канал и не пропускайте новые выпуски. Ну а сегодня весьма необычное видео, как минимум потому что меня в нем будет мало. Сегодня в выпуске мой муж, аплайт-сантист в Amazon, Миша, расскажет о том, как обустроить свое рабочее место. Очень часто в Инстаграме меня спрашивают, а что это у Миши на столе, а почему у него такой интересный стол, а на чем он сидит. И я решила обо всем рассказать. Точнее, рассказывать будет он, тем более, что во время пандемии, когда наш дом стал еще и офисом, он много экспериментировал и нашел много интересных классных решений. В общем, обо всем сейчас расскажем. Поехали! Всем привет! Сегодня я вам расскажу про свои девайсы и техники приема для продуктивности, что помогает мне работать эффективнее, держать меня в тонусе в течение дня. Итак, поехали! Начать хочу с вещей, которая буквально спасла мне жизнь в прошлом году, когда началась вся эта пандемия, работа из дома и так далее. В общем, у меня начала дико болеть спина. Я ходил по всем врачам, любимая моя йога мне не помогала. Ни акупунктура, ни массажа, ни физиотерапия, ни хиропрактор. Ничего не могло помочь дольше, чем на один день. Пока я не купил вот этого красавца, вот этот стол, который просто умеет подниматься и опускаться, и позволяет мне работать и сидя, и стоя. В чем суть? Когда вы сидите на стуле, мышцы поясницы, поясничного отдела позвоночника перенапрягаются. Особенно, если вы не сидите там под 90 градусов вертикально, а там чуть наклоняетесь, то нагрузка, которая приходится на поясничный отдел позвоночника, очень сильно возрастает. Когда вы стоите, нагрузка на этот отдел позвоночника на самом деле гораздо-гораздо ниже. И поэтому со временем это начинает действительно играть огромную роль. Такая, может быть, не очень большая нагрузка, как при сидении, с течением времени она накладывается сама на себя, да, и мышцы перенапрягаются хронически, и просто воспаляются, и не расслабляются уже вообще. Собственно, этот стол меня и спас. Я видел долларов за 80, наверное, здесь, в Штатах. Я думаю, там в наших странах еще дешевле. И я видел такие столы, их вплоть до нескольких тысяч долларов. Зависит, в принципе, скорее от материалов, из которых сделан, чем от функции, потому что функции, собственно, простые. Подниматься, опускаться и запоминать высоту. Есть, как сказать, режимы, которые запоминают, на какой высоте вы сидите, стоите. Особенно, если вы стоите на чем-то таком, как вот стою я, на такой вот штуке. Это такая деревянная доска с резиновой, с резиновым, что это, набалдашником таким, которая искривлена и поэтому помогает стоять мне лучше. Суть в чем? Стоять все время в одной позе, тем более, тоже не очень хорошо. Нельзя стоять просто 8 часов. Нужно вставать и садиться, менять это положение. Ну и когда вы просто стоите на двух ногах, нагрузка на ноги слишком высокая, да? И высокая нагрузка на суставы, на вены, ноги начинают затекать. Это вредно для ног, вредно для спины тоже. Поэтому такая штука выручает тем, что можно несомненно для себя перераспределять вес между ногами, балансировать на ней. Как бы помогает держать спину и вообще тело в здоровом состоянии. Когда вы сидите на кресле, все мышцы расслаблены, да? Живот расслаблен, спина расслаблена. И чаще вы горбитесь, сутулитесь. Сидя на этом кресле, мышцы бедер и мышцы пресса все время напряжены, чтобы держать баланс. И это помогает распределить вес, помогает распределить нагрузку по всему торсу. Поэтому еще одна вещь, которая очень дешевая и очень может помочь вам со здоровьем, да и с физической формой, это вот такой вот фитбол. В первую очередь важен естественный свет, но в помещении его всегда будет не хватать. Поэтому источник света должен быть сбоку от того места, где вы сидите. То есть не в лицо вам, естественно, потому что тогда будет слишком высокая нагрузка на глаза. Они будут просто уставать, да? И не сзади, потому что тоже экран будет бликовать и так далее. Свет должен быть естественный сбоку. Но естественного света в помещении всегда будет не хватать. Если у вас есть возможность работать хотя бы на балконе, классно делать это, особенно если он там максимально открыт, и вы еще и солнце будете получать прекрасно. Но если такой возможности нет, то хотя бы вот такой вот свет, как может быть вы видите у меня вверху, тоже сильно помогает. Особенный яркий такой белый или синий свет помогает сконцентрироваться, помогает быть более энергичным и сфокусированным на задаче. Использую Philips Hue Kit. Это такие лампочки, которыми можно управлять с телефона или голосом, через iPhone, Android, неважно. Вечером, когда мне нужно расслабиться, я включаю теплый и тусклый свет, а днем, когда мне нужно сфокусироваться, я включаю максимально яркий, максимально там такой белый-синий свет. Эти штыки называются Posture Trainer. Это корректор осанки. Мой называется Upright Go. Это такая небольшая коробочка, которая крепится между лопаток, и она даже не видна под футболкой. Значит, в чем суть? Настраивайте в телефоне такое положение, которое вы хотели бы держать, оно не должно быть суперпрямым, потому что это тоже не очень физиологично, но оно должно быть достаточно прямым. И там есть определенный ренч, который допускается, но если вы выходите за эти пределы, то это приложение посылает такую вибрацию, сигнал, что, чувак, ты начинаешь, наверное, с улицы, обрати на это внимание. Это режим тренировки этого девайса. И он также еще работает в режиме просто наблюдения, когда он собирает просто статистику, как часто вы отклоняетесь от здорового положения, чтобы можно было наблюдать, насколько вообще вам помогают эти тренировки, можете ли вы без тока держать себя вертикально, и не забывать об этом. А держать себя вертикально очень и не стулится. Очень важно, на самом деле, для продуктивности, для вообще физиологии, для здоровья. Помимо проблем с позвоночником, это важно еще и прямо сейчас, потому что, когда вы находитесь вертикально, ваши легкие более раскрыты, дыхание более свободное, более плавное, вы чувствуете себя более спокойным, сфокусированным, больше воздуха и кислорода, и что как бы важно для вашей мозговой деятельности. Еще один девайс для продуктивности – это телефон. Как, собственно, использовать телефон для продуктивности? Очень просто. Есть куча исследований, которые подтверждают, что статистически значимо, если телефон находится в зоне вашей видимости, даже не прямо перед глазами, а просто где-то на периферии, то вы будете выполнять задачи значительно медленнее. Всегда будет возникать соблазн, как только вы не знаете, с какой стороны подойти к сложной задаче, отвлечься, взять телефон, полистать, посмотреть YouTube только на 2 минуты, которые всегда растягиваются в 45. Поэтому, если это возможно для вас, отключайте все нотификации, любые отвлекающие факторы, и телефон просто убирайте из зоны видимости вообще, так, чтобы к нему не подходить, ну или делать себе для этого четко выделенный перерыв. Еще один девайс, такой достаточно очевидный в плане работы из дома, особенно если у вас семья и дети, это наушники с шумоподавлением. Меня очень сильно выручали в течение этого года. У меня Sennheiser HD что-то там, не помню точно, но это не важно, потому что я все равно не рекомендую. Шумоподавление отличное, звук прекрасный, но User Experience в плане особенного управления с телефона мог бы быть сильно лучше, поэтому я бы выбрал себе что-то другое. Приложение BrainFem. В чем суть? И там есть сгенерированная музыка, то есть ее не кто-то написал, а она генерируется каким-то алгоритмом. Можно выбрать стиль, который вам больше нравится, и цель там медитация, расслабление или сфокусированный режим. Я использую только в сфокусированном режиме. И они утверждают, что под этим есть какие-то исследования, что якобы после 10-15 минут прослушивания это как-то влияет на способность сконцентрироваться. Я не знаю, если это правда или нет, я только буквально там несколько недель этим пользуюсь, но пока что, мне кажется, для меня это работает не всегда, и, возможно, это просто такой эффект плацеба, но если даже это плацеба, оно для меня работает. То есть я замечаю, что я действительно чаще могу сфокусироваться, уйти просто вот в задачу и не отвлекаться на что-то еще. В чем суть? Это в том, что ты работаешь 25 минут сфокусированно, стараешься ни на что не отвлекаться, потом 5 минут расслабляешься и ни о чем не думаешь, делаешь, что хочешь. 4 таких подхода, 4 итерации и отдых 15 минут вместо 5. Человек не может сфокусироваться на длительный промежуток времени. Просто у большинства людей к этому, условно говоря, 25 минут, кончается для этого заряд, то есть нужны необходимые химические вещества в мозгу, которые позволяют сфокусироваться. Поэтому эффективнее для большинства людей не пытаться закопаться и сосредоточенно пытаться делать задачу 6 часов подряд, а работать такими фазами. То есть до полчаса сфокусировался, отдохнул, сфокусировался, отдохнул. Так гораздо эффективнее работает на дистанции. То есть я заметил, что если я дисциплинированно этому следую, то к концу дня я не так сильно устал. Я, может быть, к обеду я делаю меньше, но к концу рабочего дня я делаю больше точно. И самое главное, я не так устаю к концу дня, значит я на следующий день тоже буду более продуктивен. Поэтому всем рекомендую. Я использую для трекинга этой техники расширение для хрома. Мое называется Marinaro Pomodoro Assistant. Мне нравится просто потому, что оно супер простое. Потому что для такой простой техники нужна какая-то простая туза. И вот за простоту я ее ценю, хотя их просто миллион таких инструментов. Самое главное, самое эффективное в плане продуктивности я припас на десерт. И на самом деле это не какие-то инструменты или техники и так далее. Это просто забота о себе. Если я знаю, что я плохо выспался ночью, то весь день будет... Я могу работать, но это будет максимум 50% от настоящей продуктивности. И даже если передо мной у меня есть какие-то задачи, которые мне нужно доделать обязательно до конца дня, потому что я обещал и так далее, и я хочу спать в середине дня, гораздо эффективнее будет пойти поспать свои хотя бы полчаса или даже просто полежать с закрытыми глазами в тишине и потом доделать эту задачу, чем пытаться себя пушить, потому что, ну, может быть, я просто такой недисциплинированный. Но я знаю, что если я хочу спать, то я точно буду прокрастинировать. Особенно если задача сложная, я не знаю, как за нее взяться или скучно, то я не смогу ее сделать, если я буду хотеть спать. Ну и в целом важно правильно питаться, пить достаточно воды и прочие очевидные вещи, не пренебрегать спортом, не приоритизировать работу в ущерб спорту. Даже если у вас накопилось какое-то огромное количество задач и я врал в конце проекта, не стоит все бросать и фокусироваться только на работе. на самом деле будет эффективнее, если вы продолжите заниматься чем-то активным, каким-то спортом и так далее. И очень важно уделять внимание вашему ментальному здоровью, потому что это на самом деле тоже огромный фактор для продуктивности. Я занимаюсь сам с психологом и для меня это один из, как бы за последнее время, один из самых таких главных бустов для общей продуктивности, потому что как только ты выключаешь из головы какие-то вещи, которые тебя фону постоянно отвлекают, появляется гораздо больше энергии, мотивации делать что-то, в том числе и в плане работы, и эффективность просто to the moon. На этом, в общем, все, что я хотел сегодня рассказать. Я поделился своими техниками, приемами, инструментами. Конечно, я в этом далеко не эксперт, и я не очень-то продуктивный на самом деле человек, хотя хотел бы таким казаться. Поэтому, если у вас есть свои какие-то лайфхаки, пожалуйста, делитесь этим в комментариях. Мне будет интересно и полезно почитать, ну и другим, естественно, тоже, и подчеркнуть для себя что-то в этом полезное. Так что давайте вместе улучшать друг друга. Всем пока!